Телефон-то? Это касается кадров. Нам, конечно, удалось привлечь в нашу отрасль совершенно новых, можно сказать, топовых специалистов, которые имеют достаточно знаменитые имена в своих разделах медицины. И этим мы внесли совершенно новые тенденции в развитие медицины Сочи. Потому что один такой специалист, приходя, приносит совершенно новое понимание концепции развития своего дела, которым он владеет, которым он развивает. Новые технологии и высококвалифицированные специалисты доступны сочинцам в 4-й городской больнице. Она отвечает всем требованиям по оказанию быстрой и профессиональной медпомощи. Использовать современные методики здесь начали с осени прошлого года, когда произошла модернизация отрасли здравоохранения и появилось уникальное оборудование, позволяющее проводить сложные операции и сократить время работы до промежутка от 40 минут до часа. Лапароскопическая герниопластика, грыжа, коронография или стентирование сосудов, проведение диагностики и лечения сосудов сердца, головного мозга, нижних конечностей и других органов, ежедневная работа сочинских специалистов. Ранее все это можно было провести только в краевой столице. Визит съемочных групп и других представителей СМИ на рабочий процесс никак не повлиял. Пока главврач показывает приемное отделение, мимо провозит тяжелого пациента в кабинет томографии. И такая обстановка здесь ежедневна. Объясняя возможности очередей в приемном отделении, Анатолий Завражнов говорит о необходимости оказания срочной помощи в первую очередь действительно нуждающимся в ней пациентам. Достаточно большой поток больных, которые не должны обращаться в эту больницу. Многие считают, что увидев Красный Крест, можно зайти по всем вопросам. Есть первичная медико-санитарная помощь, которая оказывается в поликлиниках к предписному населению по месту жительства. Есть скорая медицинская помощь, которая оказывается при угрожающих жизнесостояниях. Проще говоря, в больницу человек едет либо по направлению участкового врача, когда необходимо хирургическое вмешательство или качественная диагностика, либо пациента доставляет карета скорой помощи. Для того, чтобы сочинцы могли получить консультацию специалистов, при больнице работает своя поликлиника. Записаться на прием можно через интернет или по телефону. Электронная очередь делает визит к врачу быстрым и удобным. Во всех учреждениях здравоохранения особое внимание уделено и комфортному пребыванию пациентов. В холле 4-й горбольницы создана практически домашняя обстановка. Уютные диваны, на стенах картины, написанные профессиональными художниками. Представлены креативные городские проекты и даже историческое наследие. Такой уголок с оборудованием, используемым в прошлых столетиях, появился здесь специально ко дню города. Сматривая такой рабочий хирургический стол, можно сразу понять, как было трудно медикам работать без нынешнего современного оборудования. Кстати, с этими экспонатами можно сфотографироваться и принять участие в конкурсе, который проводит управление здравоохранения к празднованию Дня города. Чтобы стать участником, нужно подписаться к пользователю здравоохранения Сочи в Инстаграме и выставить селфи или другие виды фото с хэштегом «Я люблю Сочи, я лечусь в Сочи». Авторы самых креативных снимков получат призы. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.